Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу событий. В студии Светланы Кудрявцевой я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Особая дата для России. 80 лет назад советские войска разгромили гитлеровцев в Курской битве. В Самаре цветы к вечному огню на площади славы возложили глава города Елена Лапушкина, члены ветеранских организаций и юно-армейцы. Как избежать усталости и не заснуть за рулем? Сотрудники ГИБДД провели профилактический рейд «Отдых в пути». Спасательная и пожарная техника у Дворца спорта в Самаре. Сотрудники МЧС провели показательные пожарно-тактические учения. В памяти одного из ведущих детских тренеров региона в Самаре прошли всероссийские соревнования по шашкам «Волжские зори-2023». Новая победа телеканала «Самары ГИС». Автор проекта «Обернитесь» Инесса Панченко стала победителем творческого конкурса «Современник» на экране и получила персональный спецприз «Лучший корреспондент». Сегодня исполняется 80 лет со дня разгрома советскими войсками немецких войск в Курской битве. Это был коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. После победы в этой битве советские войска начали наступление, которое закончилось взятием Берлина. Сегодня цветы к вечному огню на площади славы возложили председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов, глава города Елена Лапушкина, член ветеранских организаций «Юнармейца». Подробнее в нашем сюжете. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. 23 августа исполняется 80 лет со дня разгрома советскими войсками немецких войск в Курской битве. После поражения под Москвой и Сталинградом фашистам был необходим реванш, которого не случилось. Враг был разбит. После победы в Курской битве советские войска начали наступление, которое закончилось взятием Берлина. Курская битва стала символом высочайшего героизма советского народа. Сегодня цветы к вечному огню на площади славы возложили председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов, глава города Елена Лапушкина, председатель думы городского округа Самара Алексей Дегтев, члены ветеранских организаций «Юнармейцы». Перед возложением к жителям региона обратились с приветственным словом от лица губернатора Дмитрия Азарова, в котором он подчеркнул, что битва на огненной дуге стала символом высочайшего героизма, самоотверженности, патриотизма нашего народа. Среди героев Курской битвы было немало наших земляков. Они завоевали нам свободу, научили верить в себя, преданно любить Родину. 5 июля 1943 года началось это сражение. В этот день, сегодня, 23 августа, немцы были разгромлены на Курской дуге. Да, мы потеряли, большой ценой досталась эта победа на Курской битве. Более 800 тысяч наших солдат, офицеров легли на полях этого сражения. Но это был переломный период. Курская битва положила начало коренному перелому Великой Отечественной войне. После Курской битвы Красная и Советская армия больше не отступала и не вела оборонительные бои, за исключением в 1945 году на озере Болотон. Но это была уже фронтовая только операция. Мне очень приятно, как ветерану, можно сказать, тоже двух войн, видеть, что вся наша страна тоже от мала до велика вся объединилась. Дети не могут ничего, они пишут письма. Пишут письма, желают нашим воинам здоровья, счастья, чтобы они, самое главное, вернулись живым. Что с одной, что с другой стороны, как говорится, принимали участие больше тысячи танков. И наши войска, наши советские солдаты, они разбили эту фашистскую нечисть. И вот эти все памятные даты, которые у нас сейчас в России есть, мы ни в коем случае не должны забывать. В память о событиях легендарного сражения на Курской дуге в Самаре на площади Славы начал работу выставочный фотопроект, реализованный при поддержке правительства Самарской области. Через исторические факты, документальные свидетельства и фотохронику того времени жители-гости губернии узнают об основных этапах и событиях Курской битвы. Особое внимание выставочной экспозиции уделено вкладу промышленности и жителей Куйбышевской области в победу нашей армии на Курской дуге. От производимых в Куйбышеве легендарных штурмовиков Ил-2, которые наводили ужас на вражеских танкистов, до подвигов героев-куйбышевцев, навсегда вписавших золотыми буквами родную губернию в историю Великой Победы. Ольга Кручкова с дочерью приехала в Самару из Москвы. Говорит, здесь жили родители и даже сейчас, когда их нет, женщины ежегодно приезжают, чтобы увидеть Волгу. А сегодня пришли на площадь Славы почтить память погибших в Великой Отечественной войне. Мы приехали сюда на отдых и очень рады, что мы попали на такое мероприятие, что так почитают местные жители и так хорошо оформили не только обелиск возложения, но и именно эту аллею. Мы подошли посмотреть, почитать, вспомнить благодарность тем, кто воевал, кто заслужил нашу победу. В рамках фото-выставки представлен рассказ о боевом пути и послевоенной судьбе 16 наших земляков, героических участников Курской битвы, чьи ратные подвиги и самоотверженный труд в послевоенное время наиболее наглядно олицетворяют непоколебимый дух и силу характера жителей родной губернии и всех волжан. Также в основу выставки легли материалы известного проекта генерала земли Самарской, увековечившего память о советских военно-начальниках, чьи биографии связаны с нашей губернией. Выставка продлится до 30 сентября. Строительство новой станции метро «Театральная» находится на постоянном контроле региональных и местных властей. Работа проходит по графику. На сегодняшний день специалисты полностью закончили освобождать зоны метростроя от инженерных коммуникаций под проходку и станционный комплекс. В полном объеме готовы два стартовых котлована. Смонтированы, подготовлены для начала проходки тоннели-проходческий механизированный комплекс. Начать разработку тоннелей подрядчик планирует в ноябре текущего года. Новую 11-ю станцию Самарского метрополитена планируют ввести в эксплуатацию в конце 2024 года. Это стало возможным благодаря федеральной поддержке, которую область получила при содействии губернатора Дмитрия Азарова. В сентябре 2021 года глава региона на заседании Президиума правительственной комиссии по региональному развитию в России представил проект инфраструктурного развития строительства 11-й станции метро. Станция театральная станет последней на первой ветке Самарского метрополитена и завершит его первую линию. Участок пути пройдет под улицей Самарской от Полевой до Ульяновской, а далее по Галактионовской от улицы Вилоновской до Красноармейской. После завершения строительства подземка свяжет удаленные районы города с его исторической частью. С вводом в эксплуатацию станция театральная интервал движения электропоездов сократится до 7-8 минут, а время в пути от Безымянки до исторического центра Самары до 25 минут. Станция театральная – это очень важный момент в истории нашего города. Строительство метро очень важно для студентов, потому что там сосредоточено учебное заведение. Очень важно для жителей города, которые добираются в театр, допустим, с юнгородка. Ну, это просто замечательная идея, мы с удовольствием поддерживаем, мы рады этому. В Самарском дворце спорта имени Владимира Высоцкого прошли показательные пожарно-тактические учения. Подразделения областного главка МЧС России отрабатывали эвакуацию из здания с массовым пребыванием людей, действия звеньев газа, дымозащитной службы, а также с персоналом условно-горящего здания. Как это было, увидела Светлана Тимофеева. Утром к Самарскому дворцу спорта имени Владимира Высоцкого была стянута пожарная и спасательная техника. На пульт дежурного поступило сообщение о том, что в здании сработала пожарная сигнализация. Администрация приняла решение об экстренной эвакуации посетителей и персонала. В одном из помещений произошло загружение. Рудьба без паники покинулась помещение. На этот раз людям ничего не угрожало. В дворце спорта проводились показные пожарно-тактические учения Самарского гарнизона. По тактическому замыслу в результате короткого замыкания произошло возгорание на третьем этаже в помещении конференц-зала. Отработаны все необходимые задачи и поставленные цели личным составом пожарно-спасательных подразделений, а также администрации объектов. По сценарию учений во дворце спорта находились 88 человек. Два из них покинуть здание самостоятельно не смогли. На помощь людям пришли подразделения газо-дымозащитной службы. Для эвакуации была развернута пожарная лестница. Обстановку с места на участке. Персонал Самарского дворца спорта тренировки по отработке действий в нештатных ситуациях проводят регулярно. Мы свои тренировки проводили не единожды. Объекты у нас все серьезные у государственного автономного учреждения. Стадион Самара-Арена, дворец спорта, тренировочные площадки. Вы сами понимаете количество людей, которые посещают наши объекты. И в первую очередь наша задача, чтобы коллектив знал и умел и понимал свои действия во время любых критических нештатных ситуаций. В учениях задействовали 80 человек личного состава и 19 единиц спецтехники. В случае возникновения реальной угрозы на объектах с массовым пребыванием людей, группировка будет развернута больше. Как отметили руководители учений, все поставленные задачи пожарные подразделения выполнили. Светлана Тимофеева, Николай Сидоров. События. В Самаре сотрудники ГИБДД провели профилактический рейд «Отдых в пути». Подробности в репортаже Елены Чернявской. За 7 месяцев этого года в Самаре с участием грузового транспорта зарегистрировано 46 ДТП, в которых 2 человека погибли, 52 получили ранения различной степени тяжести. На Московском шоссе провели профилактический рейд «Отдых в пути». Главная его цель – профилактика дорожно-транспортных происшествий. Останавливали иногородние автобусы, и большегрузы. Проверяли работу тахографов. Этот прибор показывает, сколько водитель находится за рулем, а также измеряет километраж, фиксирует время и контролирует скоростной режим. Устройство помогает правоохранителям, выявляет нарушения. У водителя штраф за нарушение режима труда и отдых составляет от 1 тысячи до 3 тысяч рублей. Должностные лица, которые должны осуществлять контроль работы водителя, штраф от 7 до 10 тысяч рублей. При проведении рейда полицейские обращали внимание водителей на то, что по дорогам нельзя передвигаться без остановки на отдых. Он должен составлять 2-4 часа. А также рекомендовали избегать агрессивного стиля вождения. Павел Горбатов за рулем более 20 лет. Едет с Магнитогорска, везет продукты в Самару. Рассказывает, что как только устает, сразу останавливается и отдыхает. Спальник, кровать, разбираешься, ложишься, спишь. Шторки есть, чтобы закрыться. И никто, так скажем, не тревожил сон. Самое распространенное объяснение причины любого ДТП не справился с управлением. За этим часто скрывается усталость водителя. В сонном состоянии снижается концентрация внимания. Нередко из-за этого невозможно перестроиться, быстро сбросить скорость или избежать столкновения. Инспектора призвали автолюбителей делать перерыв пути для отдыха, а также не подвергать опасности попутчиков. Елена Чернявская, Николай Сидоров. События. Задержан подозреваемый в поджоге ритуального салона в Самаре, где погибли два человека. Им оказался 54-летний Георгий Цицеров. Об этом сообщает пресс-служба СОСКР по Самарской области. Его задержали на территории одного из регионов России. При допросе он признал свою причастность к поджогу, рассказали следователи. Напомню, пожар в ритуальном магазине произошел в ночь на 18 ноября 2022 года. При тушении в помещении нашли тело 31-летней женщины. Также в момент ЧП в павильоне находился 61-летний мужчина. Он получил множественные ожоги. Пострадавшего увезли в больницу, но спасти его не удалось. Он умер в ночь на 29 ноября. Проверка показала, что это был поджог. В совершении преступления заподозрили 32-летнего Ашака Ингебаряна и 54-летнего Георгия Цицерова. Их объявили в розыск и заочно отправили под арест. Сейчас следователи продолжают разбираться в случившемся. Далее о других событиях этого дня. Жители Самарской области признали виновным в убийстве супруги. Об этом сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по Самарской области. Было установлено, что в феврале 2023 года между супругами, находящимися в квартире дома по месту жительства в Волжском районе, произошла ссора на почве ревности. Мужчина нанес своей жене металлическим гвоздодерам не менее 13 ударов в область туловища. От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия, рассказали в ведомстве. Злоумышленнику назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В пятницу 25 августа в областной столице откроются традиционные сельскохозяйственные муниципальные ярмарки. Одна из них расположится в историческом районе Самары у музея имени Алабина. Другая в поселке Мехзавод Красноглинского района УДК «Октябрь». Посетители торговых точек смогут приобрести самые различные товары, включая свежую сельхозпродукцию. Вниманию горожан будут представлены овощи и фрукты, мед, мясные и молочные продукты, как местных сельхозпроизводителей, так и фермеров из других регионов, среди которых Республики Мариэл, Башкортостан, Ульяновская область и другие. Также свою продукцию смогут реализовать и пенсионеры, для которых торговые места выделяются на безвозмездной основе. Важно, что все товары сертифицированы и полностью отвечают требованиям безопасности. Муниципальные ярмарки у музея имени Алабина и ДК «Октябрь» в поселке Мехзавод будут открыты для посетителей в пятницу, субботу и воскресенье с 8 до 17.00. Необычная карта Самарской области стала украшением Всероссийского фестиваля «Вышитая Россия», прошедшего в Чебоксарах с 18 по 21 августа. Самарские мастерицы представили расшитое панно размером примерно метр на метр в деревянной раме, стилизованный под оконный наличник Самарской домовой резьбы. Второй фестиваль «Вышитая Россия» в этом году объединил 70 регионов нашей страны. Если в 2022-м российские мастера, в том числе самарцы, демонстрировали вышитую вручную карту нашей страны, используя традиционные этнические орнаменты, то на этот раз каждый регион подготовил свою оригинальную вышитую карту. В Куйбышевском районе Самары на улице Белорусской ведутся масштабные ремонтные работы на коллекторе. Специалисты обновляют участки канализационной трубы диаметром 500 и 600 мм. Этот коллектор проработал около 50 лет. С начала августа рабочие переложили 45 метров. Сейчас бригады трудятся на следующем участке длиной 85 метров, а затем приступят к перекладке бестраншейным методом отрезка трубы длиной 60 метров, рассказали в пресс-службе ресурсоснабжающей компании. В дальнейшем вместо железобетонной конструкции укладывают пластиковые трубы, которые должны обеспечить бесперебойную работу сети водоотведения на более длительный срок. Для удобства пассажиров с 21 августа продлили маршрут пригородных поездов в Самарской области. Речь идет о двух электричках, курсирующих между Самарой и Безенчуком, сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги. Электричка с сообщением «Самара-Безенчук» будет отправляться в 6 часов 35 минут и пребывать в Безенчук в 7.47, а далее следовать до станции Сызрани-1 и пребывать в 9 часов 4 минуты по рабочим дням. Пригородный поезд «Безенчук-Мирная» будет отправляться со станции Сызрани-1 в 6 часов 52 минуты ежедневно. Время указано местное, пассажиров просят внимательно следить за расписанием. И возвращаясь к одной из главных тем этого дня. В день 80-летия победы советских войск в Курской битве в столице региона прошли тематические мероприятия, исторические часы и лекции. На некоторых из них побывала наш корреспондент Елена Чернявская. «У братских могил нет заплаканных вдов. Сюда ходят люди покрепче. На братских могилах не ставят крестов. Ну разве от этого легче?» 80 лет назад победой советских войск завершились ожесточенные бои на Курской дуге. В филиале 33-й библиотеки прошел исторический час «Огненная дуга», посвященный событиям того времени. Читателям напомнили, что Курская битва – одно из ключевых сражений Великой Отечественной войны. 50 дней и ночей непрерывно, ни на минуту не затихая, на земле и в воздухе шли яростные бои. Пройти мимо даты 23 августа невозможно, поскольку это такой момент в истории нашей Великой Отечественной войны, в истории Второй мировой войны, которая сделала поворот событий всей войны, исхода событий. Поэтому нельзя это пройти. Это наш патриотизм, наш героизм наших солдат. На Курской дуге воевали знаменитые советские летчики. Иван Никитович Кожедуб, Алексей Марьесев, ставший прототипом главного героя знаменитой повести Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке». Александр Горовец, совершивший небывалой военной истории подвиг. Послушать интересные исторические факты пришли жители Кубышевского района, члены общества «Боевое братство», участники локальных войн. В Курской битве приняли участие сотни наших земляков. Лариса Гурова вспоминает своего деда, который прошел войну. Он часто рассказывал, какой ценой досталась стране победа в этой кровопролитной битве и Великой Отечественной войне. В составе войск Северо-Западного фронта он дошел до Кёнигсберга. Брал этот город, у него есть медали за боевые заслуги 1944 года под Москвой, за взятие Кёнигсберга, за победой над Германией медаль у него. В читальном зале оформили книжную выставку «Курской битве посвящается». Здесь разместили книги, энциклопедии, иллюстрации, рассказывающие о ходе «Курской битвы», ее историческом значении, соотношении сил, великом танковом сражении под Прохоровкой, о ратной доблести воинов и полководческом мастерстве военачальников. Елена Чернявская, Григорий Плешаков, События. Паралимпийское движение в Новокуйбышевске набирает новые обороты. Команда пауэрлифтеров с ограниченными возможностями здоровья «Крепкое звено» в Парке Победы устроила спортивный праздник с патриотическим уклоном. Пригласили поучаствовать детей инвалидов и ветеранов СВО. Подробности далее. В Новокуйбышевском Парке Победы «Аншлаг» спортивный праздник организовала команда «Крепкое звено». Пауэрлифтеры, паралимпийцы жали штангу лежа, боксеры устроили показательные бои. Дети и взрослые могли пострелять из лука, научиться рисовать и собирать конструктор. Почетными гостями праздника стали участники специальной военной операции. Власти города делают все возможное для их социализации после возвращения домой. Мы, конечно, обязаны каждому наслушающему помочь, чтобы они адаптировались, социализировались в нашем обществе, помогли им с трудоустройством, возможно, заняться спортом. Наша задача – быть с ними в коммуникациях и каждый день делать что-то полезное для них, чтобы они были вместе с нами, чтобы они были защищены. Несмотря на то, что приходится переживать такой непростой период, имея такие тяжелые ограничения в здоровье, но при этом они не пали духом, а имеют целеустремленность, имеют желание, желание жить, желание заниматься спортом, желание помогать людям. Мы обязательно их поддержим, мы обязательно сделаем все возможное, чтобы ребята получили полные, достойные условия для своих занятий. Команда пауэрлифтеров крепкое звено показала участникам СВО и молодежи, что и с ограниченными возможностями здоровья можно жить полноценно. Спортсмены не только регулярно тренируются, они выезжают на различные соревнования, вплоть до международных. Вот и сейчас готовятся к чемпионату мира в Екатеринбурге, чтобы на спортивной арене защищать честь России. По мнению паралимпийцев, это отличный пример патриотизма для молодежи. Чтобы, допустим, дети любили родину, развивались физически, дух свой поднимали. Ну и опять же, чтобы показать им, что жизнь не заканчивается, то есть она продолжается, как это силен духом тот, кто не сидит на месте, кто двигается. Поддержали паралимпийцев в организации спортивно-патриотического праздника в Новокуйбышевске самарские боксеры. Это все для того, чтобы приобщить людей к здоровому образу жизни. Местный бокс у них очень хорошо развит, у них очень много чемпионов своих, международников, хорошая школа бокса. Команда «Крепкое звено» на пауэрлифтинге останавливаться не намеренно. Впереди у них совместные проекты по разным видам спорта. Например, Федерация хоккей Самары готова создать слэдж-хоккейный клуб для детей и взрослых. В команде старше 18 лет приоритет будет сделан для участников специальной военной операции. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События. Новая победа телеканала «Самара ГИС». Автор проекта «Обернитесь» Инесса Панченко стала победителем творческого конкурса «Современник» на экране и получила персональный спецприз «Лучший корреспондент». Подробности расскажем далее. Это история о женщине, которая потеряла своего единственного сына во время специальной военной операции, но смогла пережить горе и стала мамой сотням других ребят. Она возит гуманитарные грузы для военнослужащих на Донбасс. Валентина Лещенко стала героиней выпуска программы «Обернитесь» Инессы Панченко. И эту программу отметили на всероссийском уровне. Выпуск получил спецприз конкурса «Современник» на экране. Когда мы смотрим начало этого сюжета, мы плачем, у нас появляются слезы от какой-то безысходности. А в конце сюжета это уже какие-то слезы счастья. И вот эта работа как раз свидетельствует тому лучший корреспондент Инессы Панченко. Мы прорвемся, сынок. Конкурс состоялся в рамках фестиваля социально значимых телепрограмм и телефильмов «Герой нашего времени», который ежегодно проводит Национальная ассоциация телерадиовещателей. Нам особенно дорого, что именно эта работа получила приз и оценку жюри, потому что это одна из самых наших тяжелых работ, тяжелых эмоционально. Это одна из самых любимых героинь, если можно так сказать. И что этот приз все-таки принадлежит нашей героине, удивительной, уникальной Валентине Лещенко. Жюри рассмотрело 442 работы от 144 компаний из 84 городов России. Это телевизионные фильмы, интервью, репортажи, истории о сильных духом людях. Участники проекта «Герой нашего времени», они ведь, ну, во-первых, они определяют тренд на текущий момент, во-вторых, они вот передают ту необходимую информацию, которая людям помогает чувствовать себя нужнее, счастливее. Вот эти вот яркие примеры, которые, ну, во-первых, нужно найти, во-вторых, нужно разговаривать с человеком, и, в-третьих, нужно правильно показать это так, чтобы другие восприняли его как пример. То, что телеканал «ГИС» и именно Инесса Панченко получила специальный приз жюри, а это считается самой высокой наградой, это дорогого стоит. Вы знаете, вообще победить в таком конкурсе, это еще раз сказать самому себе, что все, что я делаю, значит, правильно, я двигаюсь правильно. И, ну, не останавливаться, а двигаться дальше, вперед, потому что конкурс, собственно говоря, для этого и проходит, для того, чтобы ты посмотрел, как работают другие, может быть, чему-то еще и поучился, у нас профессия такая, мы постоянно учимся. Напомним, что программа «Обернитесь» — это уникальный проект телеканала «Самары ГИС», который рассказывает о том, как люди видят свет в конце тоннеля даже тогда, когда, казалось бы, уже совсем беда. Это история людей, лишившихся в жизни всего, но научившихся жить с чистого листа. Программа выходит каждый второй вторник в 18.45. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов, События. Главный детский шашечный турнир России в Самарском спортивно-оздоровительном центре «Олимп» стартовали всероссийские соревнования «Волжские зори». Они проходят в 36-й раз. В турнире сразятся более 200 участников из 23 регионов страны. С открытия соревнований репортаж нашей съемочной группы. Небольшое игровое поле с 64 клеток по 12 белых и черных шашек и два игрока. На первый взгляд шашки простая игра, но на самом деле она требует колоссальной подготовки. Уже после третьего хода существует бесчисленное множество позиций, а потому нужно обладать специальными навыками и стратегиями, чтобы вынудить своего оппонента проиграть. Все это продемонстрируют участники всероссийского турнира «Волжские зори». Для многих из них это начало пути к шашечным вершинам. Эти соревнования, на мой взгляд, очень важны. Они как бы формируют не только шашечную стабильность или мастерство повышения в шашках, а именно социализируются люди, общаются между собой, то есть находят новых друзей. «Волжские зори» – старейший детский шашечный турнир. В этом году он проводится уже в 36-й раз. К тому же и состав участников самый многочисленный. Шашисты представляют сразу 23 региона. Все это позволяет сказать, что «Волжские зори» – один из главнейших турниров России. Надеюсь на то, что эти соревнования будут жить и дальше. И благодаря этим соревнованиям у нас появятся новые спортивные успехи в шашках, которые мы уже имеем благодаря усилиям, которые прилагаются многочисленными организациями, в том числе федерации, администрации города и правительства Самарской области. Последние годы турнир проходит на территории спортивно-здоровительного центра «Олимп». Здесь постоянно появляются и ремонтируются спортивные площадки, модернизируется инфраструктура. Это помогает гостям центра не только участвовать в соревнованиях, но и с комфортом жить и отдыхать на территории центра. Это является, конечно же, самым главным показателем, насколько турнир соответствует своему уровню, своему гостеприимству. Это то, что в этом году рекордное как раз представительство регионов. Регионы возвращаются и сами, видите, представлены и крупные города – Москва, Санкт-Петербург и до Саха-Якутии. За победу будут бороться более 200 участников среди девушек и юношей в возрастных категориях до 9, до 11, до 14 и до 17 лет, а также среди взрослых, где представлено несколько гроссмейстеров. Игры будут проходить по швейцарской системе, когда каждый следующий матч будет проводиться против соперника с равными показателями побед и поражений. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Администрация городского округа Самара информирует жителей и гостей города о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на дорогах, на водных объектах, в лесу, в местах массового пребывания людей и дома. Говорится в телеграм-канале «Вести с Дворянской». На территории города действует особый противопожарный режим. Запрещено разведение костров, сжигание мусора, сухой растительности и отходов, в том числе на территориях организации при усадебных, садовых и дачных участках, непосредственно примыкающих к лесным насаждениям. В телеграм-канале Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки напоминают, что в качестве одной из дополнительных мер соцподдержки для отдельных категорий медицинских работников реализуется ежемесячная выплата для студентов, обучающихся по программам высшего медицинского образования по договору целевого обучения. Подробную консультацию можно получить по телефону 333-52-28. На госуслугах доступен сервис «Поиск кадастрового инженера». С его помощью можно оставить заявку, выбрать подходящего специалиста и заключить с ним договор. Рассказывают в телеграм-канале Октябрьского района. Кадастровые инженеры готовят необходимые документы для регистрации прав и постановки недвижимости на учет. Сейчас на электронной платформе Росреестра зарегистрировано более 4000 таких специалистов. Сервис понадобится, если вы планируете поставить на кадастровый учет свой дом или другую недвижимость, сделать перепланировку квартиры, подготовить межевой и технические планы на недвижимость, провести раздел земельного участка или решить споры с соседями из-за определения границ. На этом я с вами прощаюсь. Будьте здоровы, всего вам самого доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин